Приветствую! В этом ролике я расскажу, как правильно сделать покрытие из тротуарной плитки, чтобы все было надежно и красиво. С вами Виталий, главный инженер компании Земличист. Секрет хорошо уложенной плитки состоит из трех слагаемых. Качественно подготовленное основание, правильно выбранная технология и ее соблюдение, и качественные материалы. Сама по себе тротуарная плитка это лишь финишный слой, который полностью отражает то, что происходит с основанием. Если, например, произошло морозное пучение, то вспучивает в первую очередь основание, а плитка лишь показывает это нам визуально на поверхности. Существует много различных технологий подготовки основания. Если заглянуть в тот же интернет, то каждый мастер будет говорить что-то свое. Но мы рекомендуем ориентироваться на строительные нормы и правила и рекомендации, указанные в них. Обобщая все типы оснований, конечно, мы можем сказать, что основание жесткое, то есть железобетон, оно самое топовое и надежное. Оно терпимо относится к морозному пучению, оно отлично переносит нагрузки. Но это основание и самое дорогое. И такое топовое железобетонное основание, оно переносит огромные нагрузки, которые на загородном участке зачастую не нужны. И вот чтобы не растрачивать бюджет куда-то впустую, в холостую, придумали основания не жесткие, состоящие из песка и щебня. Для пешеходных дорожек обычно достаточно 10 сантиметров песка, 10 щебня. Для автопроездов рекомендуется как минимум на 50%, то есть 15 песка и 15 щебня, укладывать под основание. Тогда оно будет чувствовать себя более чем хорошо в нашей средней полосе Московской области. Следующая важная слагаемая успеха – это технология и ее соблюдение. Мы рекомендуем укладывать плитку на горцовку. Мы не рекомендуем приклеивать плитку жестко к основанию. Да, есть такие технологии, различные трассовые растворы и тому подобное, но в нашей средней полосе, чтобы соблюсти эту технологию, надо очень сильно постараться. И стоить это будет 4-5 раз дороже, чем технология укладки на горцовку. А главная надежность будет ровно такая же. Горцовка – это подстилающий слой под брусчаткой, позволяющий жестко, плотно лежать брусчатке на поверхности, при этом не приклеивающий ее намертво. Горцовка может быть из крупных фракций песка, из отсева, как, например, делают в Европе, гранитный отсев используют. Мы в нашем климате применяем цементопесчаную смесь. Она может быть как заводского изготовления, так и выполненная на месте, если есть хороший качественный песок и отличный заводской цемент. Такая технология позволяет сохранить плитку и ее геометрию даже зимой. Она не растрескивается, не лопается, и весной, когда мы счищаем снег, мы видим красивую, хорошую плитку. Еще одна составляющая нашего второго слагаемого – это соблюдение технологии. А соблюдать технологию можно только с опытными каменщиками, которые давно укладывают этот штучный материал и знают, как он себя ведет под киянкой. Первое, что мы делаем, это укладываем горцовку, нашу цементопесчаную смесь, по маякам. Маяки выставляем ровно, раскладываем смесь и трамбуем ее. Далее раскладывается плитка и подрезается, причем раскладывается она таким образом, по нашим внутренним требованиям. Перепад между плитками должен составлять не более трех миллиметров, а перепад на метр должен составлять не более пяти. Вот посмотрите, как здесь прекрасно уложено, ну практически как кафель в ванной. Далее просыпаем швы между плиткой песком, причем мы рекомендуем выполнять просыпку кварцевым песком. Он равномерный, без лишних примесей и отлично пропускает через себя влагу. А вот то, чего мы делать не рекомендуем, это просыпать швы цементопесчаной смесью или различными затирками. Во-первых, вы практически не сможете отмыть эти швы, плитка будет реально грязная после работы. А во-вторых, это может заблокировать поступление влаги в шов. Таким образом, вода не сможет попадать вниз и уходить в основание. В нашем случае через кварцевый песок вода очень быстро проваливается в шов и через горцовку растворяется в земле. А про что я еще не сказал? Про бортовые камни. Они нужны для того, чтобы удерживать нашу брусчатку, чтобы она не разъезжалась в стороны. Бортовые камни укладываются на раствор заранее по специальной разметке. Есть маленький лайфхак. При помощи бортовых камней можно не только удерживать плитку на поверхности, но и выполнять ступени, как, например, здесь. Обычного садового бетонного борта хватает на то, чтобы выполнить настоящий гостовый перепад от 13 до 15 сантиметров. Зачем это нужно? Когда на улице скользко, например, зимой или после дождя, уклон в 3-4% допустим, но больше уже становится слишком много. И чтобы снизить уклон у дорожки или у площадки, можно выполнить ступени. Это будет удобно, комфортно и красиво. В последнее время набирают обороты различные пластиковые бордюры, металлические, которые выглядят как уголки. Их здорово применять, когда основание бетонное. Мы крепим такие уголки в бетонное основание, и они удерживают брусчатку. Это очень часто именуется у дизайнеров как скрытый бордюр. Ну и третье слагаемое нашего успеха – это качественно подобранный материал. Плитку нужно принимать, разбирать обязательно поддон, смотреть, чтобы размер ее был соблюден. Чтобы не было такого, что одна плитка толще, другая тоньше на полсантиметра. Это не принимается. Геометрические размеры ее тоже должны быть одна похожая на другую, без больших расхождений. То есть расхождение в 3-5 миллиметров между плитками считается браком. Она должна быть целая, не колотая. Поддон должен быть надежно запакован. Есть маленький лайфхак, как принимать плитку не только по геометрии, но и по цвету. Крутить вот так ее в руках, как я сейчас кручу, и говорить, мне кажется, этот желтый не такой желтый, неправильно. Плитку нужно выложить примерно 1-2 квадрата, отойти на несколько метров, метра на два, и посмотреть на нее вот так со стороны. Это будет правильная цветопередача и цветовосприятие. Тогда вы поймете, как она на самом деле будет лежать, как она будет смотреться. И тут нужно понимать, что тот образец, который вы видели в офисе продаж, например, или на сайте производителя, он может немножечко отличаться на полтона, на четверть тона. И фракция вот этого песочка, из которой он выполнен, этот образец, тоже может немножко отличаться. Тут не стоит ожидать или добиваться какой-то космической точности. Понятно, что это у нас тротуарная плитка, а не кафельная, где-то в ванной. Неоспоримый плюс покрытия с тротуарной плитки – это ее ремонтопригодность. В принципе, хорошую плитку можно переложить 2-3 раза. Когда это нужно? Например, решили провести коммуникации. Газ в воду под уже выполненным покрытием или покрытие вспучило. Но на самом деле хорошую неудачную зиму такую вспучило основание, и покрытие нам это показало. Часть плитки можно разобрать, переделать основание, почистить плитку и положить ее снова. Это сложно, но в принципе возможно. Вот как раз для таких случаев, когда нужна хорошая ремонтопригодность, да и вообще для того, чтобы эксплуатационные характеристики у плитки были высокие, вы спросите, а какую плиточку все же взять? Вибролитую или вибропрессованную? Я не скажу, что какая-то технология плохая, какая-то хорошая, но за многолетний опыт нашей работы мы столкнулись с тем, что вибролитая плитка очень часто приходит некачественная. И дело, опять же, не в технологии, а дело в том, что ее можно производить практически в любом гараже. Поэтому очень много кустарного производства, много подделки, и мы в 99% случаев с вибролитой плиткой не работаем. Обратная сторона медали, вибропрессованная плитка, ее делать тяжело, поэтому ее выполняют только на крупных заводах, на хороших линиях, с настоящим зарубежным оборудованием по технологии. Пришло время открыть еще один маленький секрет. Во-первых, мы приезжаем в гости к своим поставщикам и производителям плитки, если это возможно, территориально, и смотрим, на каком оборудовании они выпускают, как соблюдается технология. Это очень важно на этапе закупки любого материала, в том числе и тротуарные плитки. И еще один маленький секрет. Мы приезжаем на свои объекты через год, два, три. Вот как, например, мы сейчас здесь. Работа уже давно закончена, но мы приехали произвести повторный контроль качества, посмотреть, как повела себя плитка, как повело себя основание. Выгорело на солнце? Не выгорело. Что произошло с швами? То есть мы смотрим не только за нашей работой, но и за самим материалом, как себя плитка повела на солнце, на влаге, на морозе, не растрескалась, не рассыпалась. Это такие маленькие секреты, которые позволяют нам за много-много лет накопить хороших поставщиков и отметить качественную плитку. Что касается выбора самой плитки, то есть три основных варианта. Самый распространенный – это кирпичик, вот как сейчас у меня под ногами, и самый распространенный его цвет – серый. Хотя, в принципе, цветовые решения могут быть разными. Дальше есть так называемая линейка, называется она классика. Это когда плитка у нас разных размеров, смотрится она очень выигрышно, но и укладывается чуть более сложно. Ну и есть еще третий вариант – это так называемый color mix, когда помимо того, что у плитки разный размер, она еще разноцветная. Данные раскраски позволяют нам воображение свое и воображение дизайнера, который делает проект, воплотить в жизни, нарисовать различные рисунки. И вот на примере нашего объекта, на котором мы сейчас находимся, это видно воочию. Мы работаем в любую погоду, и вот в эту дождливую погоду мы оказались на другом объекте, где наши ребята заканчивают пешеходные дорожки. И оказались мы не просто так, ведь здесь парковка замощена настоящим гранитом. Крупноформатный гранит, 30 на 60 сантиметров, без какой-либо фаски, очень тяжелый для укладки. Его укладывать примерно вдвое-втрое сложнее, чем обычную плитку. Более того, гранит является одним из самых дорогих материалов для покрытия. Ну и к чему же такие страдания и мучения? А потому что он самый прочный природный материал, который используется в строительстве. Именно поэтому гранитная плитка, она достаточно красивая, долговечная, смотрится естественно. И единственные минусы – это сложность в укладке. И вот тут нам нужны золотые руки. Ну и стоимость. Получается очень много различных форм, расцветок, видов плитки. Как сделать правильный выбор? Дам маленький совет насчет цвета. Вот, например, на этом объекте, обратите внимание, цвет покрытия и цвет кровли совпадает. Почему? Потому что у нас горизонтальная поверхность покрытия, и у кровли тоже горизонтальная поверхность. Будет здорово, если они будут совпадать или как-то биться по цвету между собой. А чем еще хороша та плитка, которой мы замостили данную парковку? Это настоящий природный камень. Он за 10 лет не поменяет свой цвет. В плитку, в тротуарную добавляют специальные пигменты, чтобы она тоже сохраняла свой цвет. Так вот, мы рекомендуем не брать плитку темных тонов, черных или зеленых, потому что этот пигмент быстрее всего выгорает и теряет свой цвет. Брать нужно плитку более светлых и теплых тонов. Если вам требуется укладка тротуарной плитки, или вы просто хотите ее приобрести, мы с радостью проконсультируем вас по этому вопросу. Телефоны в описании. С вами был Виталий. До новых встреч!